МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба Лидского телевидения. С главными темами уходящего дня познакомлю я, Павел Болейшис. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Счастье быть мамой. Личанку Наталью Кузьму наградили орденом матери. Новое сотрудничество. Личане обсудили совместную деятельность Советом работающей молодежи Санкт-Петербурга. Преемственность опыта столичных врачей. В Лидской центральной районной больнице прошел мастер-класс по выполнению эндопротезирования тазобедренных суставов задним доступом. Стоп-наркотики. История людей, жизнь которых одурманена кайфом. А сейчас подробности этих и других тем. Любовь семьи и признание государства. Сегодня в Лидском райисполкоме состоялось торжественное вручение ордена матери. Высшей награды за материнство удостоена многодетная мама Наталья Кузьма. Подробности у Анны Войтулевич. Называется, нашла хорошего спутника жизни. Правда? Надежного. Тогда нужно из этих рожать. Так торжественно и волнительно по случаю вручения ордена матери в Лидском райисполкоме в этом году еще не было. Лидчанка Наталья Кузьма стала первой, кому в 2024 в нашем регионе вручили высшую награду за материнство. В прошлом году ее получили 11 многодетных мам. Всего же ордена матери на Лидче не удостоены 186 женщин. Заслуженную награду Наталье Кузьме сегодня вручила председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш, что для многодетной мамы было вдвойне приятно. Ведь Инесса Геннадьевна в прошлом ее учитель. Наталья Станиславовна, оказывается, училась в той школе, где я работала. И знаете, вот я подумала, наверное, очень правильно, что в школе определили правильные ценности, говорили о правильных вещах, потому что хорошая, крепкая семья – это основа для любого человека. Как бы там ни было, как бы мы высоко не взлетали, и где бы мы далеко не работали, мы когда приезжаем домой, мы находим там именно тот источник силы, тот источник нравственности, тот источник вдохновения. Поэтому хочется, пожалуй, чтобы эта многодетная семья была действительно счастливой, чтобы все у деток сложилось, чтобы маме хватило и отцу силы здоровья их воспитать и радоваться за них. Наталья и Александр Кузьма воспитывают пятерых детей. Старшей дочери Милене уже 21, младшему Милошу только год. В среднем Тимуру, Томашу и Амелии 13, 8 и 4. У каждого свои интересы и предпочтения. Родители же стараются поддерживать начинание каждого и давать детям возможность самореализоваться. Наша старшая дочь, ей уже 21 год. Это, ну, на сегодняшний день это большая гордость наша. Это наше вложение. Мы стали молодыми родителями. И, скажу вам откровенно, мы получаем колоссальное удовольствие, потому что она учится в медуниверситете, она уже заканчивает. Это четкое отражение своих родителей. Нам очень приятно. Где бы мы ни были, куда бы мы ни приезжали, мы всегда слышим только положительные отзывы. И это, конечно же, как для родителей самое главное. Дальше у нас есть такой сын Тимур. Он у нас хоккеист. Он очень мечтает быть хоккеистом. Очень. Как сложится карьера его, это, конечно же, дальше покажет время. Но мальчишка старательный. На сегодняшний день это мой старший сын. Это моя опора, так как уже дочь живет поза нами. Дальше у нас есть Томаш, ему 8 лет. Он тоже хоккеист, потому что он очень сильно насмотрелся на своего брата. Где-то, может, даже в харизме он его немножко преобладает, потому что есть с чего черпать. Дальше у нас есть такая девочка Амелия, прекрасная девочка. Я очень-очень-очень рада, что у меня есть еще одна девочка. Для каждой мамы это очень важно. Она у нас действительно принцесса. Она у нас занимается в студии танца «Фламинго». Мы уже участвовали в конкурсе «Львенок», даже стали лауреатом первой степени. И еще у нас есть такой маленький милош. Это бонус свыше для нас, чтобы мы, наверное, просто всегда чувствовали себя в тонусе, чтобы мы всегда чувствовали себя нужными, молодыми, активными. Любящие родители плюс счастливые дети равно крепкая семья. Формулой своих взаимоотношений делится семья Кузьма. Здесь все решения принимаются совместно, никто не остается наедине со своими проблемами, и радости тоже делятся на семь. У нас нет в семье преимуществ, нет лидерства. В нашей семье правда. Мы все вместе. И уже на протяжении многих лет мы сделали вывод, что если мы решаем какую-то сложную задачу или даже радостную какую-то, нам нельзя быть друг без друга. Ну, тогда у нас не получается, я не знаю почему. То есть решения принимаются вместе, реально, за семейным столом. Мнение каждого важно, не имеет значения, сколько лет, кому и кто старше, кто младше. Каждый просто высказывает свое мнение и приходим к общему мнению. Быть красивой женщиной, любящей супругой, заботливой мамой и при этом преуспевать в работе – отдельный вид искусства. Наталья Кузьма владеет им в совершенстве. Профессиональное качество многодетной мамы, ее трудолюбие и старание в работе подчеркнуло во время торжественного вручения Ордена Матери заведующая детским садом номер 40 города Лиды Вера Стефанович. В этом учреждении образования Наталья Кузьма работает практически 10 лет, с момента его открытия. Руководство детского сада не могло оставить столь важное событие в жизни своего сотрудника без внимания. С открытия нашего учреждения у нас всегда работают сотрудники многодетной мамы. Очень приятно, что на сегодняшний день это 14 многодетных мам, и очень приятно, что сегодня наша сотрудница, наша мама, многодетная мама получила Орден Матери. Это, кстати, наша организация уже второй Орден Матери. Конечно, замечательный человек, замечательный сотрудник и замечательная мама. Все дети посещали наше дошкольное учреждение, поэтому очень приятно, что мама всегда с позитивом, с настроением, с заботой. Это реальная действительно семья, на которую можно равняться. В тандеме с папой они, конечно, растят замечательных детей, замечательных будущих граждан нашей страны. Вручение Ордена Матери для литчанки Натальи Кузьмы – событие значимое и волнительное одновременно. Ведь столь высокую оценку материнского труда от главы государства получает не каждая женщина. Когда мы узнали уже о том, что у меня будет, что она утверждена, я испытывала очень сильное стеснение, наверное. Не то, чтобы я не хочу быть мамой, нет, ни в коем случае, безусловно, я хочу, чтобы на примере нас другие мамы понимали и другие дети понимали, что многодетная семья – это не соцсемья, это не что-то опасное и так далее, это красиво, это действительно очень важно. Не гордо, не за себя ни в коем случае, а только лишь, на самом деле, как сказала Инна Геннадьевна, что не гордо, что наше государство, да, оно не оставляет без внимания этого. И это очень ценно. Очень ценно, когда ты чувствуешь поддержку от государства, когда ты действительно понимаешь, что тебя ценят. Это очень важно. Совместное фото с торжественного вручения Ордена Матери Натальи Кузьме станет частичкой их семейной истории, а сама награда займет почетное место в доме. Совместная работа для новых инициатив. В День единения народов Белоруссии и России члены Совета работающей молодежи Лицкого района, обсудили перспективы сотрудничества с молодежью Санкт-Петербурга. Общение проходило в формате телемоста. От нашей стороны, помимо активных молодых людей, присоединилась и власть региона. По ту сторону экрана диалог вели представители комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, его подведомственных учреждений, администрация по делам молодежи Петроградского района, руководители перспективных проектов и члены Совета работающей молодежи Санкт-Петербурга. Участники телемоста поделились опытом работы в сфере молодежной политики. Главной темой диалога стали общие программы, которые могут реализовать молодые люди двух стран. Мы проводим первый телемост с Советом молодежных лидеров Санкт-Петербурга. У них очень большой опыт работы с работающей молодежью. И мы понимаем прекрасно, что будущее любой страны – это молодежь. И активная молодежь, имеющая свою гражданскую позицию в рамках развития своего предприятия, своего региона. Поэтому, скажем так, это очень важная задача – иметь и знать лидеров молодежного движения, понимать, насколько важны их идеи. Поэтому сегодня мы, конечно же, хотим получить большой опыт, который есть на территории Российской Федерации, для того, чтобы мы еще раз в рамках взаимодействия стран, взаимодействия наших глав государств проводили политику дружбы и взаимодействия между народом Белоруссии и Россией. Для нас это огромное событие, так как мы только-только начинаем свой путь. И принять опыт у более мастеровитых коллег для нас это очень важно. Важно и то, что мы смогли договориться о сотрудничестве. Совет работающей молодежи города Санкт-Петербург проводит очень много различных мероприятий, более 50 в год, и численность совета составляет более 600 человек. Им есть что нам рассказать. Некоторые проекты мы уже хотим реализовать в этом году. Я думаю, что у нас все получится. В Лицком районном центре творчества детей и молодежи открылась выставка, посвященная военной тематике. Инициаторами проведения выступили Министерство образования и Главное управление образования Гродненского обл.сполкома. Государственный музей вооруженных сил для посетителей представил тематические баннеры с информацией о разных периодах военного и послевоенного времени, о школьном музее уникальной фотографии, документы, личные вещи военнослужащих и другие экспонаты. Данная выставка проводится в канун 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и нацелена на патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. Помимо выставки музея, здесь в центре творчества представлены экспонаты военной тематики четырех музеев учреждений образования Лицкого района. Это средняя школа номер один, средняя школа номер девять имени Нечипорчика, средняя школа номер десять музея военных моряков, а также средняя школа номер пятнадцать. Посетить выставку в Лицком районном центре творчества детей и молодежи могут все желающие с девяти до семнадцати тридцати по шестой апреля. Качественная медицина и квалифицированные специалисты. Лида уже не в первый раз показывает хорошие результаты в медицинской сфере. Сегодня в Лицкой центральной районной больнице прошел мастер-класс по выполнению эндопротезирования тазобедренных суставов задним доступом. Были проведены две операции пациентам из Лиды и Березовки, врачом-травматологом-ортопедом ортопедического отделения номер один Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Андреем Самосевым. Ассистировали ему врачи Лицкой центральной районной больницы. Это медучреждение местом встречи выбрано не случайно. А руководство Лицкой ЦРБ, как и его медики, заинтересовано в повышении медицинской грамотности своих специалистов и преемственности опыта столичных врачей. Сегодня планируется проведение двух операций. Именно задний наружный доступ к забедренным суставам. По просьбе коллег из Лиды приехал показать мастер-класс. Это именно программа такая, это медицинское здравоохранение для именно помощи врачам, а не студентам. Вот в прошлом году у нас были выезды, то есть врачей из РНПЦ по разным районным центрам. Лицкая центральная районная больница по праву занимает высокие позиции в Гродненской области по качеству предоставляемых услуг, по оснащенности необходимым медицинским оборудованием и по уровню профессионализма специалистов. За медицинскими услугами сюда обращаются не только жители нашего региона, но и Вороновского, Ивьевского, Новогрудского и Кареличского. Я сама из Карелич. В воскресенье обратилась в свою районную больницу. Сделали рентген, а оказалось, что у меня очень сложный перерыв, который требовал высококвалифицированной помощи медицинской. Поэтому в понедельник меня уже сразу отправили сюда, в отдел травматологии Лицкой центральной больницы. А во вторник утром мне уже сделали операцию. Операция прошла успешно. Очень большое спасибо моему лечащему врачу Андрею Альфредовичу. Еще только сутки прошли, но я себя чувствую намного лучше. Большое спасибо медицинскому персоналу, это отделение, потому что здесь работают квалифицированные и врачи. И благодаря, наверное, заведующему создан очень хороший коллектив. Они все профессионалы своего дела, и они очень заботливые и внимательные. У нас в Кареличах люди очень благодарны тем, что создано такое отделение, потому что замена суставов – это был такой насущный вопрос, который долго времени решался. А сейчас у нас, наверное, буквально уже нет очереди, наверное. Некоторые у нас в Кареличах уже успели даже два сустава поменять. Это им дается, как сказать, вторая жизнь. Продолжаем выпуск. Борьба с наркотиками – пожалуй, одна из насущных тем, которую регулярно обсуждают эксперты на площадках различного уровня. В профилактику вовлечены все – родители, педагоги, медицинские работники и правоохранители. В Беларуси реализуется комплексный план мероприятий, направленный на принятие фиктивных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их употребления. К тому же еще в 2020 году в стране была разработана пятилетняя информационная стратегия. Главная цель этого документа – долгосрочное противодействие наркоугрозе в информационном пространстве. Как наркотики рушат жизнь и можно ли этому противостоять, расскажет Юлия Кевра. Его жизнь разделилась на до и после. Три года назад молодого человека задержали в кармане с особо опасным психотропом. В очередной раз, приобретя полграмма альфа-ПВП, он шел в свою квартиру употребить. Дальше суд, приговор, к слову, достаточно мягкий. Два года строго час от срочки наказания на два года. Словно шанс на новую жизнь. Старался не общаться больше с той компанией, потому что это самое сложное, когда сбоку тебя есть тот, кто употребляет. Тебе и так хочется, а тут есть возможность. Ну, то есть самое первое – надо убрать возможности своей жизни. То есть таких людей и как-то найти себе занятие. Потому что, в первую очередь, это причина, когда тебе нечего делать и когда есть деньги. Проще перечислить то, чего не попробовал. Не попробовал я ничего, относящегося к копиям. Ни героин, ни метадон, ни вот то, что варят из мака на кухне. Ну, то есть этого я и не пробовал. Плюс у меня не дошло до инъекций. Ловить кайф парень начал еще в 18, когда вырвался из-под опеки родителей и поехал на отработку после лицея в другой город. Признается, достаточно одного вечера, чтобы все перечеркнуть. Выйти из игры в прямом смысле помогли сотрудники милиции. Сегодня он чист, уже два года не употребляет. Наладил личную жизнь и воспитывает детей. И с ужасом вспоминает о своем прошлом. Я очень сильно жалею, даже скажу, не денег, наверное, здоровье и время. Вместо того, чтобы что-то потратить, мог что-то получить. Не в плане финансовом, а вот просто в жизни что-то нажить. А я вместо этого занимался вот такими делами. А со здоровьем, ну, во-первых, очень сразу начинаются большие проблемы с кальцием в организме. Он сразу умывается, то есть это зубы, это буквально, когда начал выходить вот из этих всех употреблений, я за год два раза руку сломал. Это головная боль страшная, это большая температура, высокая, и это может длиться неделю. Ну, то есть организм уже так не борется. Она и была, это вот какая-то не мечта, а цель. Просто, что своими вот этими вот действиями я отсрочил, сейчас бы у меня уже было бы все то, чего я хотел. А на данный момент я только к этому начинаю идти. То есть это не секрет, что это? Семья. Победить самих себя и начать жить заново удается далеко немногим. Специалисты отмечают, выздоровление наркозависимого – это процесс длиною в жизнь. Сегодня в Лицком районе под меднаблюдением 90 человек. Из них порядка 70% – люди зависимы. Образ наркомана с исколотыми венами, говорят специалисты, уже в прошлом. Сегодня среди любителей кайфа превалирует так называемая синтетика. Это психостимуляторы, которые действуют, возбуждающие на центральную нервную систему. Это альфа-ПВП, экстази, эфедрон. В последнее время актуальные марихуаны чаще всего ее употребляют путем курения. Нет ни одного наркотика, который бы приносил постоянное удовольствие от употребления. А развитие зависимости, оно происходит одинаково. Очень мгновенно, даже после однократного употребления наркотиков. Потребителей наркотиков сопровождает большое количество заболеваний. Это может быть инфекционное заболевание, заболевание печени, сердечно-сосудистая система, центральная нервная система. Нет ни одного органа в организме человека, потребляющего наркотик, который бы не затронул эту проблему. Следовательно, люди, потребляющие наркотики, особенно инъекционно, первые в группе высокого риска развития гепатитов, ВИЧ-инфекций и СПИДа. Задача этого кабинета как раз-таки помочь избежать заражения подобными инфекциями. Рассчитан он прежде всего на наркозависимых потребителей. Их здесь называют клиентами. Информируют о рисках заражения. Каждому индивидуально выдают шприцы, средства гигиены, чтобы уберечь. Кроме того, проводят бесплатное тестирование на ВИЧ. Прием такой анонимный. За прошлый год в кабинет профилактики за консультацией обратилось порядка 900 человек. Конечно, в первую очередь лучше не употреблять наркотики, но это очень сложно. А если уже употребляешь, поэтому надо защищать себя. ВИЧ передается двумя путями – половый и парентеральный. Чтобы принимать наркотики парентеральным путем, обязательно нужен свой шприц. Даем расходные материалы. У нас все объемы шприцов есть. В первую очередь мы делаем тестирование. Раз в полгода любой из потребителей инфекционных наркотиков прийти, может сам. И привезти кого-то из своих сексуальных партнеров, парентеральных партнеров, протестироваться. Это у нас тест. Мультилаб для тестирования на ВИЧ-инфекцию. Мы вот так вот открываем, пациент берет, клиент берет своей рукой в рот, между щекой и десной пропитывает. И ставим потом в эту пробирочку. И капаем в тест-систему. При кабинете профилактики работает и эта девушка. Она аутрич-работник из числа потребителей наркотиков. Но сейчас лечится по метадоновой программе. Девушке было 20, когда ее жизнь очень круто изменилась. Она за компанию впервые попробовала наркотики и на них подсела. Один укол, еще один. Система на долгие и мучительные пять лет. Просто устала и морально-психологически от какой-то беготни, постоянной суеты, боли, депрессии, проблем с милицией тоже. То есть хотелось уже наконец-то что-то поменять. Более-менее человеческая жизнь. Понятно, что последствия после этого глубокие, скажем так. А что вы потребляли? Ну, больше тяжелые наркотики, маг, героин. Ну, поначалу как бы нет, были легкие, потом уже. Почему принимают многие наркотики, скажем так? Это отвлечься, забыться, не чувствовать этой боли, той же депрессии. Просто не чувствовать ничего. Вот уже около 10 лет под наблюдением врачей девушка пытается вернуться к нормальной жизни. Хотя сама она так не считает. По сути, на метадоновой программе лечит погубную страсть тем же средством, которое ее и породило. С другой же стороны, это позволило ей социализироваться, устроиться на работу, плюс заняться аутрич-волонтерством, помогать таким же, как она. Цель аутрич-работника является проведение мероприятий, но в основном связанных с ВИЧ-инфекцией. То есть мы помогаем, консультируем людей, находящихся в группе риска. Людей, которые живут с людьми, которые уже больны, людей таких, как секс-работники, наркоманы. Помочь их довести, помочь их проконсультировать. Та же помощь психолога, та же врача помощь. Кому что нужно. Даже есть такие люди, которые даже не понимают, что такое ВИЧ-инфекция. Даже есть такие моменты, когда люди уже узнают, когда мы их тестируем, они все равно думают, что это лечится. За первый год своей работы я привела около 10 человек, которые даже не знали об этом. Даем людям, которые, чтобы само собой предохранялись, какие-то лубриканты, презервативы, шприцы те же. Бывают салфетки, ну всякое, что нужно для того, чтобы как-то избежать этих моментов. Те, кто уже, допустим, протестировал и положительные результаты, когда уже знают свой статус, мы доводим к врачу, помогаем, как-то психологически тоже поддерживаем. Потребителей наркотиков куда больше, чем кажется. А вместе с ними растет транзит и количество изъятого из оборота дурмана. Все чаще в преступные наркосети попадают подростки. Их легче заманить непыльной работой и большими деньгами. Вербуют в курьеры или трафаретчики через мессенджеры и соцсети. При этом, уверяем, схема отработана и с законом проблем не будет. Но реальность иная. Все участники преступной цепочки, закладчики, трафаретчики, спортики, кураторы несут ответственность наравне с организаторами магазина. Только за прошлый год наркоконтроль Беларуси задержал более 800 лиц, причастных к сбыту. Если несовершеннолетний без цели сбыта хранит, распространяет, изготавливает наркотическое вещество, ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы до 5 лет. Если он совершает такие же действия, но уже с целью сбыта, тогда наказание уже более высокое, до 8 лет лишения свободы штрафом либо без штрафа. Если несовершеннолетний, либо взрослое лицо действует в группе лиц, либо распространяет наркотики в учреждениях здравоохранения, в учреждениях образования, либо несовершеннолетним, заведомо несовершеннолетним, тогда им грозит ответственность до 15 лет лишения свободы. Если в результате такого незаконного оборота по неосторожности умирает человек, то срок лишения свободы доходит до 25 лет. Уголовная ответственность наступает у нас с 16 лет, но по части 2-5 328 статьи ответственность наступает с 14 лет для несовершеннолетних. Три совета взрослым. Первое. Насторожить должны найденные в вещах ребенка изолента разных цветов, зип-пакеты любого рода весы, в основном электронные, а вовсе не шприцы или закопченные ложки, как думают большинство родителей. Второе. Контролируйте график ребенка и бейте тревогу, если он стал часто пропускать уроки или поздно возвращаться домой. Чтобы найти или оставить закладку с наркотиком, нужно время. И третье. Вы должны знать, что такое мяу, соль, меф, как выглядит иконка браузера для входа в Даркнет и какие фото хранятся в телефонах у ваших детей. Победить сильнейшее в Лиде Донстарт открытым республиканским соревнованием по тяжелой атлетике на призы Гродненской региональной таможни. Также по этому виду спорта проходит первенство белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Площадкой для состязаний стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Алим». Побороться за награды сюда приехало более 300 спортсменов с 2004 по 2010 годов рождения и моложе. Юноши соревнуются в весовых категориях от 34 до 102 килограммов. Девушки от 36 до 76 килограммов. Занимаюсь тяжелой атлетикой я 7 лет. Мне очень нравится. Готовилась я к этим соревнованиям очень сильно, переживаю очень сильно. Мне очень нравится этот вид спорта. Настроена на победу. Конкуренция на соревнованиях очень хорошая. Много достойных ребят. Будет с кем посоревноваться. Записался на тренировку. Меня прорвало, чтобы все время ходить на тренировки, добиться чего-нибудь. С прошлых соревнований я все эти не ходил. И готовился, старался. Со своими дезинтантами доволен. Поболеть за наших спортсменов еще можно. Состязания продлятся по 5 апреля. В этот же день объявят победителей. С 26 по 28 апреля Лида будет принимать участников второго этапа Кубка Белорусской Федерации Мотоциклетных Видов Спорта. Соревнования по мотокроссу пройдут в нескольких классах. Заявки на участие принимаются до 24 апреля на сайте Белорусской Федерации Мотоциклетных Видов Спорта. У меня все. Хорошего вечера. До встречи на Лида ТВ. Редактор субтитров А.Семкин